Домашняя встреча с Тумботино, завершающая игра первого круга чемпионата области. В начале матча команды взяли быстрый темп. После взаимных атак на третьей минуте «Спартак» забил гол Сарову и открыл счет. Соперники жестко боролись за владение шайбой. Не обошлось без стычек и удалений. Во втором периоде саровчане сравняли счет. За семь секунд до сигнала в ворота «Спартака» залетела еще одна шайба. После такого завершения очередного периода болельщики оживились и поверили в победу Сарова. Второй период вот маленько тут и подрались, и эмоции пошли, ну и как бы вот они задвигались и забили. Надо как-то собраться, собраться и к шайбе, не от шайбы, а к шайбе побольше и почаще, поувереннее. Я думаю, сейчас тренер в раздевалке именно это и скажет. Я желаю, чтобы наша шаровская команда одержала победу. В начале третьего периода команды обменялись шайбами. С разрывом в два очка саровчане продолжили брать инициативу на себя. До конца матча наши спортсмены успели забить еще два гола. Сначала, как всегда, у нас с Хомканой мы, как паровозный состав, догоняем все команды. Ну, вроде во втором что-то взбодрились, получилось что-то. В третьем добавили. Использовали свои моменты, слава богу. Встреча закончилась со счетом 6-2 в пользу команды «Саров». По словам тренера Спартака, основной причиной поражения его подопечных стала игра в меньшинстве. Соперник был хороший сегодня. Забили свои моменты. Мы не реализовали моменты. Они были. Хорошо вратарь сыграл команду соперника. Количества игроков не хватило. У нас травмированных много. Одного не пустили на проходной сегодня. Сами виноваты. Поэтому винить некого. Последнюю игру первого круга «Саров» проведет 28 декабря на выезде в Сеченово. А уже после новогодних праздников наша команда ждет поддержки болельщиков дома. 4 января «Саровчане» сыграют с «Кварцем» первый матч второго этапа чемпионата области. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».